Всем привет! На днях мы снова встретились с ребятами из GameLoft и, как оказалось, не зря. Нам показали еще не вышедшую в App Store вторую часть автосимулятора GT Racing. Собственно, сейчас мы и поговорим о впечатлениях от этой игрушки. Поехали! В отличие от серии Asphalt, которая пропитана аркадой на 100%, GT Racing заявляется как автосимулятор. То есть никаких вам головокружительных полетов, переворотов и падений. Все как по-настоящему. Машины едут быстро, аккуратно, стараются совершать как можно меньше ошибок и все в таком духе. Правда, водитель из меня не ахти какой, или может мне еще остались, конечно, асфальтовые привычки. В общем, прямо ехать у меня получилось далеко не с первого раза. Особенно в дождь, когда сцепление с трассы заметно ниже. И это, кстати, вполне ощущается в игре, что добавляет реализма. Графически игра само собой похорошела. Все же прошло несколько лет с релиза первой части, и геймлофт без дел не сидел. Особенно порадовало то, что автомобили в игре настоящие. Их аж 67 штук от 30 с лишним производителей. Тут вам и знакомые по другим гоночным играм Рено, Мерседесы, Субару и прочие авто, за руль которых можно сесть. Трасс в игре 14 штук. Причем одна из них, самая что ни на есть реальная, Лагуна Сека. Если вы любите автосимуляторы на старших платформах, то наверняка уже гонялись здесь и не раз. Как и Real Racing 3 и прочие современные мобильные игры, GT Racing использует модель Freemium для распространения по магазинам и девайсам игроков. Мы в AppleInsider.ru не в восторге от такого решения, но поделать, сами понимаете, с этим ничего не можем. К тому же разработчики уверенно говорят о том, что игру можно будет пройти без реальных денег. Правда, насколько сложно это будет и сколько времени на это потребуется, пока не ясно. Впрочем, если мы заговорили уж о Real Racing 3, то стоит и упомянуть, что GT Racing 2 является прямым конкурентом игры от EA. Обе фремиумные автосимуляторы с хорошей графикой и физикой. Разве что в GT не придется платить за ремонт и тратить на это время. Закончили гонку на разбитой в хлам машине? Не переживайте, в следующем заезде она будет как новенькая. Конечно, в игре есть и мультиплеер, правда, опробовать нам его не удалось, так как игра еще и в App Store-то не вышла, поэтому тут ничего конкретного мы сказать не можем. Зато в игре есть разное время суток, а кое-где даже дождик идет. Это, в общем-то, неплохо и разнообразит игровой процесс. По первым впечатлениям игра получилась достаточно занятной. Играть сложно, но если речь идет об автосимуляторе, хоть и для мобильных платформ, это вполне оправдано. Конечно, сравнивать игру с Gran Turismo или Forza Motorsport было бы не совсем правильно, но, как нам кажется, Геймлофт вдохновлялись именно этими играми с консолей при разработке GT Racing 2. Ждем выхода игры в App Store, попробовать дать шанс игре определенно стоит. А на этом, пожалуй, все. Вы смотрели предварительный обзор игры GT Racing 2 от Геймлофт на канале Apple Insider.ru. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!